Ну, да, на самом деле я не буду рассказывать о самом стандарте, а опять-таки с точки зрения практикующих компаний, которые внедряют стандарт, покажу некие такие скрытые возможности, где можно получить информацию об этом стандарте, практику внедрения, то есть какие-то более практичные вещи, скажу. Наша компания, да, действительно занимается вопросами внедрения этих передовых методик на компанию. Я думаю, что многие знают ее, занимается этим уже достаточно давно. Действительно, у нас есть сертификат, опять-таки он показывает наш статус в области этого стандарта. Компания BSI, которая является разработчиком этого стандарта, она сертифицирует компании, которые так или иначе в этом бизнесе предоставляют услуги. У нас есть свой номер, то есть можно его даже проверить. О чем хотелось поговорить? Ну, во-первых, давно уже у нас такая наблюдается тенденция, что управление, именно менеджмент, постепенно в России выделяется как отдельное направление, опять-таки не как крутить гайки, а как построить сам процесс управления. Очень много документов от шлевых у нас непосредственно связано с ремонтами. И как раз одна из тем, это как перейти от понятия «ремонт» в ТАИР к некой такой современной практике управления активами. В 2014 году вышел стандарт на базе ПАС предыдущих документов. Он позволяет, собственно, почитать требования к организации в области управления активами. Но сегодня я буду говорить не об этом стандарте, а о приложениях. Я не знаю, если вы не в курсе, опять-таки приоткрою некую тайну. Есть тем же институтом управления активами, разработанные руководства по внедрению, гайдлайны к этому стандарту, которые написаны более понятным языком, более прикладные. И, скажем так, профессиональные консультанты, они в том числе опираются на такие документы. Мы любим там противопоставлять управление активами. Это не ТАИР, это не что-то другое. Поэтому одна из тем будет, что же такое ТАИР и управление активами. Ну и самое главное, я думаю, зачем нужна сама по себе сертификация. Опять-таки, поскольку есть практический опыт, я расскажу, зачем была нужна сертификация нашим клиентам. Базовый этап внедрения, если вы задумываетесь об этой процедуре, сейчас буквально там поговорим через минуту. Ну и требования последние. Как эти требования стандарта поддерживаются ям-системами, которые являются инфор. Ну, первый такой практический вопрос. Во-первых, сам стандарт действительно это серия документов, это требования руководства по внедрению, такие краткие. Он на английском языке. Есть переведенная там версия ГОСТ. Но если говорим о международном сетфикате, то мы ориентируемся именно на англоязычную версию. Здесь подчеркнута основа этого документа, этого определения управления активами. Это рискоориентированный процесс, в котором цели организации транслируются в мероприятии по активам. Опять-таки, если вы только начинаете свой там путь, здесь слово «таир» и «ремонты» не упоминаются ни один раз. То есть понять, где же ремонты, требует, соответственно, определенное прочтение этого стандарта. Второе, ну, следующий момент – это шаги внедрения. Сам процесс внедрения – это ваше решение. То есть вы решаете, что ваша организация решила пройти вот этот тот путь. Первое, что мы рекомендуем, ну, как обычно в проектах – цель внедрения. То есть добиться от ваших руководителей, акционеров ясного, четкого определения, зачем нужна вам эта процедура. Первый индикатор, что вы это идете правильным путем – это заработка политики. Не той технической политики, которая есть у вас, может быть, у главного инженера, а политики в области управления активами. Документ, который описывает требования акционеров, владельцев компаний, и их видение, как они, вашу систему управления активами, видят в своей системе управления компанией. Далее стандартные процедуры – это бизнес-процессы. Все стандарты источные, они построены на понятии, там, процессный подход. То есть вы должны понимать, что эти процессы надо выстроить. Документы. Ну и последний шаг – автоматизация. Мы понимаем, что управление активами – это управление сотнями тысяч единиц оборудования, там, сотнями тысяч позиций, запчастей, графики ремонтов. Они в Excel, ну, как-то не очень укладываются. То есть элементы автоматизации вам позволяют решать проблемы, там, планирования. И аудиторы, если мы там говорим про, соответственно, потом сертификацию, они часто используют эту систему как элемент, что все ваши решения и информация документируются, то есть можно в систему зайти и проверить. А если вы решили сертифицироваться, есть второй путь, но не второе, а продолжение первого – это проведение серии аудитов. Первый аудит, о котором мы в конце поговорим, называется предварительный. То есть вы можете сами, либо с помощью внешней компании, прикинуть, вообще говоря, вы готовы к официальной стадии аудита. То есть ответить на ряд вопросов, проверить документы, ну и в конце понять, что вам нужно идти все-таки не на сертификацию, а на внедрение. Далее, со второй фазы, это уже официальная часть, когда вы ищете компанию, которая проводит официальный независимый аудит. Как правило, международные компании, BSI, TUSH и прочее. И, соответственно, в течение двух-трех недель также проходит предварительная фаза аудит готовности. И дальше уже серия официальных сертификационных аудитов, когда вы демонстрируете аудитору, что ваша система работает, документирована, поддерживается и развивается. Опять-таки, все аудиторские проверки, они регулярные. Первый раз, получив сертификат, каждый год вы подтверждаете, что вы не забыли про свою систему управления, и она там работает, развивается, так называемый, обзорный аудитор. То есть, как минимум, три таких вот фазы, которые позволяют вашим руководителям, акционерам убедиться, что система есть, работает и каждый год, соответственно, подтверждается документом. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»